Добрый день! Сегодня мы рассмотрим, каким образом подавать кассационную жалобу на решение судов первой апелляционной инстанции, если вам отказали в удовлетворении ваших требований о расприватизации жилого помещения в судебном порядке. Дорогие друзья, конечно же очень часто возникают такие вопросы и почему они возникают, потому что суды первой инстанции зачастую загружены, они очень сильно загружены делами, дел очень много, дел самых разнообразных, дела гражданские, дела административные, дела уголовные. Не всегда судьи могут досконально и подробно разобраться в деле, поэтому конечно же очень часто возникают вопросы, когда суд отказывает необоснованно в удовлетворении тех или иных требований, вот в частности о расприватизации или о деприватизации жилого помещения, если по тем или иным основаниям она вам необходима. Дорогие друзья, что в этой ситуации делать? Конечно же я рекомендую обращаться к профессионалам, в частности я составляю операционные, касационные жалобы, исковые заявления по данным вопросам. Но для того, чтобы и самим понимать, что именно необходимо в этой ситуации делать, надо прежде всего разобраться в том, как именно суд первой инстанции рассмотрел дело. Потому что помимо того, что зачастую суды первой инстанции они загружены, перегружены и так далее, есть еще такая проблема и она достаточно имеет обширный характер, связанная с тем, что не всегда у судьи имеется надлежащая квалификация. Почему так происходит? Это происходит потому, что судьи это тоже люди и несмотря на то, что в судах первой инстанции, а дела данной категории рассматривают суды районной, городской, то есть суд первой инстанции это не мировой судья, это или районный или городской суд, если нет районного деления рассматривает такие дела. Не всегда имеется необходимая квалификация у судьи. Почему? Потому что судьи, как я уже сказал, они тоже люди и у них тоже есть определенная специализация. Несмотря на то, что дела рассматриваются по предметно-зональному принципу, то есть у определенного судьи дела по определенному предмету, дела по определенным территориальным признакам и так далее. Но тем не менее, по общему правилу у каждого из судей есть, скажем так, коронки, то есть свои есть коронные темы, в которых они разбираются подробно, досконально. Но это не значит, что судья во всех темах разбирается. А тема расприватизации это достаточно трудный и сложный вопрос, поэтому очень часто в этих делах имеются судебные ошибки. Для того, чтобы подготовить кассационную жалобу, для того, чтобы обжаловать незаконные решения суда, прежде всего необходимо проанализировать решение суда первой инстанции. Применил ли суд те нормы, которые должен был применить? Нормы материального права. А что значит неправильное применение норм материального права? Прежде всего, это значит то, что суд не применил те нормы, которые должен был применить, либо применил те нормы, которые применять не должен был. Вот это очень-очень существенный и очень важный момент. Помимо этого, очень важную роль играет, а правильно ли суд первой инстанции или судья апелляционной инстанции установил фактические обстоятельства дела? Вот это очень и очень важный, это очень существенный момент. Потому что судья, рассматривая дело, должен установить целиком и полностью обстоятельства именно в том виде, в котором они имели место быть фактически. То есть, должен правильно установить фактические обстоятельства дела для того, чтобы дать правильную квалификацию. Это не всегда происходит. Соответствующим образом встает вопрос о том, что суд неправильно установил фактические обстоятельства. Это тоже основание для отмены или изменения судебного решения, в том числе в касационном порядке. Следующий момент, на который следует обратить однозначно внимание, это, дорогие друзья, а правильно ли суд применил нормы процессуального права? Потому что нормы процесса, нормы процессуального права, то, как суд рассмотрел доказательства, какую дал оценку имеющимся доказательствам, как он обосновал, почему он принимает одни доказательства и не принимает другие, почему он отдает предпочтение одним доказательствам перед другими доказательствами, это тоже все играет определенную роль. И нужно смотреть, как это все расписано, как это все прописано в судебных решениях суда первой инстанции, в судебных решениях суда апелляционной инстанции и соответствующим образом поддавать это все критике, критиковать, обсуждать и ставить вопрос об отмене незаконных решений в касационной инстанции. Вот это как бы общие правила, как подавать касационную жалобу, то есть прежде всего необходимо обратить внимание на правильное применение норм гражданского закона, на применение норм процессуального законодательства и на правильное установление фактических обстоятельств и на правильную оценку и исследование доказательств по делу. Вот это 4 основных столпа, которые являются теми отправными вехами, исходя из которых можно готовить касационную жалобу и отменять незаконные судебные решения. Если вам нужна какая-то практическая помощь, обращайтесь, всегда с удовольствием помогу. Удачи в ваших делах.